За эти три года, по-моему, три песни года, несколько золотых граммофонов, стопроцентные хиты и тому подобное, стопудовое. Мы забрали даже те премии, которых не существует. И тем не менее, этого оказалось мало. И дальше ты двинулся в сторону театра, в сторону кинематографа, написание саундтреков, съемки в фильмах, спектакли. Что привлекательно там? В той профессии. Вы знаете, я никогда не считаю, что артист, артист это синтетический жанр. То есть мне кажется, с моей точки зрения, ни в коем случае нельзя зацикливаться, ну грубо говоря, на пении. Есть ответвление, разные дороги есть. То есть я себя пробую как художник, я себя пробую как певец, я себя пробую как актер. Поэтому я считаю, с моей точки зрения, это нормально. Что ты любишь в моде? Я знаю, что выходит запущенная уже серия, коллекция, которая была уже показана. И что это такое? Что это? Мы не рассказывали разве про премьеру нижнего женского белья. А почему именно женское белье, Витас? Я хочу заявить, что... Привлекает ваше внимание. А я женщин люблю, я живу ради них. Это действительно хороший правительство. Я петь начал и кричать слово «женщина» одновременно. Ну и сорнила мама, и все, в общем, все завязалось. Нет, на самом деле началось все еще два года назад, когда Витас как дизайнер представил на сцене Кремля свою коллекцию одежды. А когда, естественно, модельер столкнулся с вопросом осмотра, примерки, снятия, понятно стало, что необходим полный цикл. От нижнего до верхнего. Вот идея родилась тогда. Наших телезрителей оставляем наедине с твоим творчеством. А тебе, Сереж, и вам желаем, чтобы жизнь творческая бурлила, чтобы все удавалось, чтобы прибавлялись музыкальные призы, чтобы появлялись театральные роли, чтобы выходили новые коллекции и сборники стихов. Спасибо.